Лариса Кириллова С 31 июля по 7 августа количество инфицированных увеличилось на 50 человек. Большинство заболевших – это люди, приехавшие из-за границы или же лица, которые контактировали с персонами, прибывшими из заграничной поездки. На этой неделе в четверг вспышка заболевания COVID-19 была констатирована в Муринской спортивной гимназии. Здесь заболели 11 человек. Все они занимались велоспортом и прошедшие недели участвовали в разных соревнованиях. В настоящее время учебное заведение обеспечивает ученикам все условия для самоизоляции в общежитии. Администрация школы обобщает информацию о контактных лицах. Всего с начала пандемии в Латвии сделано 210 046 тестов на COVID-19. Выявлено 1281 инфицированных персон. Умерли за время пандемии 32 человека. В больницах на сегодняшний день лечатся 5 человек все с заболеванием средней тяжести. Из стационаров выпасены 193 пациента. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе впредь самоизоляцию по приезду в Латвию необходимо будет соблюдать также лицам, вернувшимся из Франции, Мальты и Монако. На двухнедельный карантин придется уйти и персонам, приехавшим в страну из Швейцарии, Австрии, Чехии, Бельгии, Швеции, Андорры, Люксембурга, Испании, Португалии, Румынии, Болгарии и Хорватии. А также из России, Беларуси, Австралии, Марокко и Канады. В данный момент самая высокая заболеваемость COVID-19 среди европейских стран отмечена в Люксембурге. Наконец-то очередная попытка запуска плавучего фонтана на озере Большие Стропы увенчалась с успехом. И сегодня новый объект среды высотой в 30 метров и подсветкой в ночное время работает в обычном режиме. К слову, фонтан в озере Большие Стропы, который обошелся городскому бюджету в 50 тысяч евро, был установлен на озере не случайно. Его главная функция – способствовать содержанию природной чистоты и качеству воды в озере, в котором начался процесс заболачивания. Подробности в сюжете ЛРТ+. Помпес, на открытый в прошлом году на озере Большие Стропы бассейна-понтонах стоимостью в 1 миллион 200 тысяч евро, сегодня стал головной болью Управление коммунального хозяйства городской думы. И то, о чем предупреждали ранее, произошло. Данная конструкция оказывает негативное влияние на экосреду городского водоема. Причина – отсутствие циркуляции воды. В итоге участок озера между понтоном и береговой зоной стал заболачиваться. И сегодня самоуправление вынуждено обратиться к специалистам для решения существующей проблемы. В начале этой недели Дагублс посетили эксперты компании «Валкосмеллиорация». Именно от них Управление коммунального хозяйства ждет возможные варианты решения проблемы, сложность которой заключается в том, что на данной территории практически невозможно провести механическую очистку. Здесь находится якорная зона конструкции. После осмотра объекта специалисты не стали делать никаких выводов. Своё заключение они представят через несколько недель. Работы по очистке заболоченной территории планируется провести после завершения купального сезона, то есть осенью. Какую сумму оценит свои услуги фирма «Валкосмеллиорация» пока неизвестно. Из-за прорыва водопровода на целых четыре дня была прекращена подача питьевой воды в квартиры одного из многоквартирных домов, расположенных в крепости. Доведенные до отчаяния люди обратились к мэру города с просьбой вмешаться в ситуацию и поторопить обслуживающую домоорганизацию устранить последствия чрезвычайного происшествия. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Авария на водопроводе, через который снабжается водой многоквартирный дом, расположенный на улице Коменданта 2, произошла 3 августа. В этот же день жильцы дома обратились в аварийную службу по ЖКХ в надежде, что последствия чрезвычайного происшествия будут ликвидированы в кратчайшие сроки. Однако решение вопроса заняло несколько дней. По утверждению жильцов, произошло это только потому, что специалисты обслуживающей домоорганизации просто обездействовали. И движение началось только после вмешательства в ситуацию мэра города Игоря Прилатова, которому люди обратились за помощью как к последней инстанции. Кроме этого, в ходе разговора с жильцами выяснилось, что о проблемах с водопроводом было известно уже давно. Ходили в домоуправление в прошлом году, вот Валентина ходила, что вот это вот здесь теплоузел, все плавает. И никто не пошевелился, пока мы не начали угрожать. Когда Валя сказала, вызовутся на педстанцию, тогда только зашевелились. Почему с понедельника ничего не предпринимается в ликвидации, я так понимаю, аварии? С понедельника было обнаружено повреждение водопровода, течь, что вода поступает в дом, идет нераспределенка большая. И теперь мы занимаемся поисками этого места. Как только подтверждение будет, что сети отсутствуют, дорогих организаций, тут же будем приступать. И я так думаю, сегодня или даже завтра это будет найдено ликвидировано. В четверг аварийный участок водопровода силами работников по ЖКХ был обнаружен. Вечером того же дня последствия аварии были ликвидированы и подача в дом была восстановлена. Следует отметить, что проведенные работы – это всего лишь временное решение проблемы. Система водоснабжения в этом районе изношена и требует скорейшей реконструкции. В противном случае подобные ситуации обязательно повторятся. Уже более пяти лет август Дагвиплс является музыкальным. По четвергам центра города становится концертной площадкой, на которой себя комфортно чувствуют представители классической и поп-музыки, оперные певцы и рок-исполнители. 2020 год исключением не стал. Да, из-за ковида в программу мероприятий пришлось внести существенные коррективы. Тем не менее, Дагвиплснов оказался в объятиях музыкального августа, который начался с выступления литовского шансонье Вигантеса и музыкантов профессионального оркестра духовых инструментов Даугова под руководством Арнольда Гринберта. Позже сложившейся традиции в течение месяца каждый четверг на сей раз в сквере Андреа Пумпора будут проходить концерты под открытым небом, и у зрителей будет возможность на несколько часов забыть о буднях и оказаться в мире танго, джаза, а также почувствовать атмосферу далекой, но такой близкой для нас Франции. Вот таким в этом году будет музыкальный август. Ну а прямо сейчас мы отправляемся на вернисаж именитого далгоплского фотохудожника Джейны Саллеты. Открытие ее выставки «Мой мир без границ» состоялось 6 августа в парк-хотель Ладгола. Привет! Мы сейчас находимся на вернисаже именитого далгоплского фотографа Джейны Саллеты. Эту девушку знают все и в этом городе, и за его пределами, и за пределами нашей страны. Джейны Саллеты – это многообразный мир. Она снимает природу, детей, животных, свадьбы, различные мероприятия, в том числе и театральные премьеры. Но всегда, в каждой ее работе, самый главный персонаж – это человек. Хотя порой он на этой фотографии и не заметен. Обычно, когда смотришь на фотографии, тебе все становится понятно. Вот есть человек, есть дерево или еще какой-то объект, но у Джейны Саллеты всегда все с каким-то, как сказать, сюрпризом, если можно так. Вот и эти фотографии. Например, девушка-красавица стоит в камышах, но тут ли мы видим фотографию в перевернутом виде? И уже как бы над ней возвышаются перевернутые воздушные шары. Для меня всегда ее работы пропитаны добротой. Мне кажется, этим она очень сильно отличается от всех фотографий. Вот я, в принципе, всегда могу узнать ее фото, потому насколько они добрые, насколько много в ней любви и нежности, такого полета. То есть видно, она сама очень светлый человек, действительно. Как она может дать все то тепло, всю ту любовь, которая у нее внутри, а не отображать на ее работах, на том, как она работает с людьми, как она фотографирует. И действительно, она меня фотографировала, и я знаю, насколько с ней легко, просто, и той вот энергией, той светлостью, которую она у всех подаривает. Итак, ваши впечатления? О чем, какие мысли посетили вашу голову, вот увидев эти работы? Ну, вы знаете, я Джейну, вместе с Ирэнной, мы знаем ее многие годы. По-моему, лет 20 уже. Вы понимаете, во-первых, это, на мое удивление, такой светлый и такой прекрасный человек. Вы понимаете, когда он появляется, когда мы его видим, это как будто луч солнца вот приходит к нам. Сразу как-то настроение улучшается. Как-то, ну, просто, ну, я даже не знаю, как сказать. Ну, ее нельзя не любить. Вы понимаете? Джейна, ну, во-первых, это уже сказал Александр, это пятый вернисаж. Вот именно здесь. Да, именно здесь. Именно здесь. Да, именно здесь. Пятая выставка. Все-таки, ну, мы понимаем, что мой мир, да? Да. Мой мир – это семья, это природа, это еще что. Ой, знаете, мой мир, мое видение, оно на самом деле без границ, потому что многие меня позиционируют как свадебного фотографа, но и, наверное, поэтому я хочу показать вам, что мой мир – это не просто свадьба, да, потому что для многих свадьба, ой, что такое, свадьба бегает фоткой. Нет, ребят, свадьба – это нечто большее. Да, в этом мире семья, любовь, дети – это прекрасные истории, из которых состоит и есть, и состоит каждый мир, правильно же? И, наверное, это также природа, которая так незаменима. Я до безумия люблю закаты, до безумия люблю рассветы. Меня вдохновляет не только природа, но и человек, а человек любого возраста. Это может быть маленький ребенок, это может быть молодая пара, а может быть и старичок, и старушечка. Это мой мир. На этом все. До свидания. Всем хорошего вечера. И самое главное – не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok